МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей телестудии ТВ-центр встреча с депутатом Думы Астраханской области Олегом Васильевичем Шейным. Тему мы заранее не обсуждали, Олег Васильевич, с вами, но, скорее всего, много вопросов будет по поводу жилищно-коммунального хозяйства. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать, это такой. После депутатного периода вы в Ахтубинском районе, приехали в этом году, будем так говорить, впервые. Чем вызван ваш приезд и какие вопросы вы хотите решить здесь, на нашей земле? Добрый день, очень приятно быть в студии ТВ. Я не согласился бы с тем, что я был в Ахтубинске достаточно давно. У нас последнее крупное собрание в городе проходило буквально в ноябре 2015 года, когда мы встречались с людьми по теме сохранения льгот в отношении участников боевых действий, лиц, приравненных к ветеранам труда. Было большое собрание, в Доме офицеров присутствовало порядка 200 человек, и мой коллега Александр Каманин был одним из участников собрания, Наталья Быховец. И, кстати, эта кампания закончилась успешно, льготы эти сохранены, и выплаты как на компенсацию за телефон за проезд, так и на ЖКХ, для людей, имеющих высокий стаж, приравненных к ветеранам труда, для тех, кто служил на Кавказе, в Чечне, Дагестане, в Южной Осетии, эти оплаты мы смогли сохранить. Олег Васильевич, вот такой вопрос, он вроде бы и простой, но в то же время и сложный. Проблемы ЖКХ, управдомо, управдомо раньше критиковали журналы «Крокодил», критиковали все многие годы, и сегодня критикуют, а вот дело до сих пор не сдвигается почти с мертвой точки. В чем дело? Вот вы много занимаетесь этими проблемами, в чем дело можете? А причина очень простая. Та линия, которую заняло наше правительство, она направлена на усугубление проблем в сфере ЖКХ. Что такое коммунальное хозяйство? Есть два комплекса. Первое, это где мы говорим о монополиях, газовые сети, электросети, тепловые компании и так далее. Второе, где мы говорим о конкуренции, ремонт домов, вывоз мусора. Что надо сделать, где есть монополии? Они должны быть в государственной собственности раз, они должны быть финансово прозрачны два. Что место мы наблюдаем? Вместо этого у нас газовые сети проданы, электрические сети проданы, и компании находятся в офшорах, за границей. Там, где есть у нас формально государственные собственности, эти компании закрыты от обычного гражданина. Это приводит к многочисленным злоупотреблению. Примитивно, как Тубинск, я напомню, наши борьбы за сохранение водопроводных сетей муниципальной собственности, когда министр Яровой, потом оказавшийся под следствием, под судом, пытался эти сети из Ахтубинска забрать и передать их каким-то дружественным компаниям. Мы тогда вместе с нашими товарищами, с Антониной Шубиной, с другими, вели компанию. В итоге город Ахтубин сохранил эти сети. Но есть вторая проблема. Ахтубинское коммунальное хозяйство находится в постоянной ситуации аренды. То одними, кривыми частниками, то другими. И это, в итоге, обрастает бесконечными уголовными делами. Причем, системы четкого госконтроля нет. И нет его по той причине, что система четкого госконтроля разрушена с самого верха. То есть, приведу небольшой пример. Вот люди в Ахтубинске платят за жилищно-коммунальные услуги. Есть так называемый экономически обоснованный тариф. И он, на самом деле, обоснован. То есть, все цифры, которые в нем сидят, они честны. Проблема в том, что заявка-то честная, а исполнение, оно совершенно противоположное. Несколько лет назад с Антониной Шубиной мы проверяли финансо-экономическую заявку, тогда еще по МЦЖКХ, которая потом у нас была преобразована в УК-центр. И что получалось? Заработная плата работникам закладывалась, обычным работягам, на уровне 22-23 тысячи рублей. А по факту ребята получали 10-12 тысяч. Эти факты все были известны. Но никаких мер, чтобы по линии государства это исправить, не предпринималось. Почему? По одной причине. Очень многие государственные чиновники лично заинтересованы в том, чтобы коммунальное хозяйство служило источником пополнения их собственных карманов. Ахтубницы знают превосходно. Сегодняшние уголовные дела по УК-центр с арестами, с судебными эпопеями, с предстоящими приговорами, мне кажется, более чем ярко показывают. Это по монополиям. И моя позиция простая. Все монополии, поставляющие воду, газ, электроэнергию, должны быть в государственной собственности. Вторая позиция. Они должны быть полностью финансово прозрачны. До рубля, до копейки. И мы имеем оголтелое сопротивление и прямо обратную госполитику. Но вернуть в государственную собственность не так-то просто теперь. По крайней мере, водоснабжение и другие структуры. Я скажу так. Если национализируют в Германии, я не понимаю, почему нельзя национализировать в России. У нас по этой части опыт, по-моему, даже побольше, чем у немцев. Понятно. Олег Васильевич, Вы затронули такую очень интересную тему. Я помню то, что в советские времена квартплата всего лишь составляла от 8 до 10% денежного содержания любого работающего человека. На сегодняшний день она составляет от 25, иногда и до 40%. То есть зависит, сколько. Не все же получают большие какие-то оклады. Так вот, скажите, пожалуйста, сегодня еще, кроме этого, на нас еще, на жителей, на собственников жилья, возложили еще и фонд капитального ремонта. То есть мы должны еще собирать на капитальный ремонт домов. Ну, что такое собрать на ремонт крыши, отмостки, лестниц, там, коммуникации? Это очень большие суммы денег. Ну, население так, собственники не смогут собрать. Есть ли какие-нибудь программы? Или это будет все вот так вот приходить в упадок, и наше жилье будет ветшать и ветшать дальше? Государственные программы по ремонту жилых домов у нас все свернуты. Я думаю, помнят люди госпрограмму капремонта, которая широко была распропагандирована несколько лет назад. Но это были небюджетные деньги. Когда Ходорковского отправили в Читу, у него изъяли ЮКОС. С этих денег был создан федеральный фонд реформирования ЖКХ, и из него были приведены ремонтные работы по многим домам. Теперь эти деньги ЮКОСа закончились. У Абрамовича и Ротенберга никто ничего отнимать не собирается. И, соответственно, государство мыл руки сказала, теперь не мы. Все, до свидания. Хотя я хочу сказать, что без господдержки по таким работам, как лифты или укреплению фундаментов, конечно, сами люди не смогут обеспечить безопасность своих домов. Но принято удивительное решение, которое нет в других странах мира. Введен фактически налог на капитальный ремонт. То есть люди по всей стране должны платить средства, фонд капремонта, в ответ на что им обещают, к 45-му году, то есть не в этой жизни, по их нам что-нибудь сделать. И ответственными руководителями, тенегами будут ответственно распоряжаться. Мы изначально, я и мои товарищи, были против этого закона. Таких законов в других странах мира нет. Остановить его нам не получилось, но мы смогли добиться принципиально важной, очень хорошей, полезной поправки об открытии спецсчетов. То есть если мы не хотим отдавать деньги в никуда и ждать 38-го года, когда дойдет очередь до нашего дома на улице Старинградской, то мы имеем право провести голосование в доме и понять решение, что мы открываем специальный счет. В этом случае деньги с нашего дома будут идти именно на этот счет нашего дома. Те средства, которые мы уже успели отдать в общий котел, нам полностью возвращают на специальный счет. И это реально работает. То есть практика такая, она есть в Астраханской области. Уже есть такая практика. То есть возвращаются такие фонды? Возвращают все. И с этим не было сбоев еще ни по одному объекту. Мы можем не ждать 38-го года, а эти деньги тратить по мере поступления. Потому что они приходят, но инфляция их съедает. Поэтому нет смысла слишком много накапливать. Они просто будут обесцениваться. И хочу сказать, есть объекты по городу Астрахани, где люди уже провели ремонтные работы за счет спецсчетов. Меня ремонтировали отмостки, ремонтировали подъезды, меняли стояки. Это Борис Алексеев, 43-й номер, Савушкин, 18-й, ряд других. То есть такое право есть. Можно вас переспросить сразу, какую сумму они собирают с квадратного метра, если они сумели сделать и отмостку, и еще что-то? Ведь это нужно собирать большие суммы. Можно делать степ-бай-степ, шаг за шагом. Собрали, потратили. Собрали, потратили. Что касается начислений. Давайте посчитаем. Развьем пятиэтажку. При площади пятиэтажки в 3,5 тысяч квадратных метров годовое начисление составляет 150 тысяч рублей. При собираемости средней, официальной нынче, в 70% это означает, что 100 тысяч рублей с этого дома уже лежит в общем котле, в общей яме. По девятиэтажке умножаем цифру смело на 2, а то и на 3. Из общего котла за прошлый год не было отремонтировано ни одного дома. То есть замах был на 540 объектов, в том числе Портубинского, порядка 70. Не сделали ни одного вообще. Деньги обесценились. Рубль января 2015, рубль января 2016, это два разных рубля. Я думаю, в этих условиях рационально не ждать у моря погоды, а просто проводить решение об открытии спецсчетов и эти деньги забирать с общего котла. Сегодня, кстати, на одной встрече один уполномоченный сказал мне, Олег Васильевич, а вот мы получили письмо из Астрахани о том, что если мы открыли спецсчет, то мы должны сами ходить по соседям, собирать деньги. Почему такое издевательство? Почему по отношению к спецсчету нельзя эти деньги отдавать на этот спецсчет, как делают все остальные? Через уведомления, через платежные поручения, через обычную схему. Управляющие компании? Не обязательно управляющие компании. Товарищ, собственно, уже есть. ТСЖ, но не через регионального оператора, тоже механизм работает. Хочу сказать, что эта проблема снята. Что если мы открываем спецсчет, то мы точно так же из фонда, регоператора, получаем платежные поручения, мы его заполняем, мы пишем сумму с нашей квартиры, но только деньги эти, отлетие спецсчета, уходят не на деревню, дедушки, а не остаются на нашем доме. Мы можем в любое время провести голосование и сказать, у нас накопилось 100 тысяч рублей, мы заменяем стояки в подъездах номер 2, 3, 4 и 5. Но этой суммы явно недостаточно. Одна только отмостка вокруг пятиэтажного дома стоит порядка 250, а то и 350 тысяч рублей. То есть то, что мы за год собрали, 100-150, нужно собирать 3 года. А в это время потекла крыша, в это время коммуникации, вот вы говорите, стояки. Как тут выходить без государственной поддержки-то? Отвечу сразу по двум моментам. Первое. Если мы начинаем разбираться внимательно с ценами и сами проявлять инициативу, выясняется, что госрасценки оказываются они несколько завышены. То есть один и тот же ремонт, который идет по линии государства, и который люди делают, скажем, ТСЖ или через предсчет самостоятельно, обходится в две разные суммы. Я очень хорошо помню встречу на «Семи ветрах» несколько лет назад, когда люди мне рассказывали, что ремонт кровли на их пятиэтажке оценен в 2,5 миллиона рублей. В то время как в городе Астрахани в это же время на таких же пятиэтажках люди, сами контролирующие свои деньги, проводили ремонт за 500-600 тысяч. То есть разница кратная, в разы. Это раз. Второе. Ну, естественно, за то, чтобы государство деньги выделяло. Я более того хочу сказать, что без господдержки по лифтам никакие спецсчета и сбора с населения не помогут. Замена одного лифта – это полтора миллиона рублей. Срок эксплуатации лифта – 25 лет. Все лифты, поставленные при Советском Союзе, уже достигли предельных сроков эксплуатации. Служба технического надзора их шаг за шагом выводит из эксплуатации. Есть случаи, когда уже гибли люди, в том числе и в городе Астрахани. И я и мои товарищи выступаем за то, чтобы деньги из бюджета были направлены на эти нужды. На сегодня в регионе у нас количество лифтов, эксплуатация которых уже превысила допустимые параметры, достигла отметки в тысячу. Тысяча лифтов. И требуется, безусловно, править бюджетные средства. – То есть необходимо их все-таки тратить? Какая-то то ли региональная, то ли государственная поддержка на федеральном уровне должна быть, да? – Я думаю, что она должна быть на уровне и на том, и на другом. И я считаю, что региональные власти не должны ждать, когда решение примут федералы. Потому что получается так. Год за годом, как он по чистой воде? Мы же сами видим, что происходит. В десятилетии уже идет разговор. Мы обратились в Москву. Дайте нам из Москвы мешок денег. И вот этот разговор мы слышим постоянно. При этом же условия одновременно с областного бюджета миллиарды были потрачены на легендарный музыкальный театр в городе Астровне. Почему бы эти деньги не потратить было на чистую воду? – Олег Васильевич, вы действительно правы, потому что я сам встретился с таким счетом, который за два метра построены трубы газовиками. Они предъявили счет в 12 тысяч рублей, в котором записаны услуги лаборатории, в том числе 1800 рублей за два метра. Услуги технического надзора – 400 рублей. Услуги авторского надзора – 400 рублей. То есть это деньги, которые просто накидывали. Решите вам еще один такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, у нас сейчас жилой фонд многоквартирных домов уже на 85-80% состоит из домов постройки 50-80-х годов. Ну, при существующих доходах, которые есть у нашего населения, они не очень высокие, построить собственный дом или купить квартиру – это, будем так мягко говорить, сложновато. Предусмотрели какие-то региональные или государственные программы для того, чтобы дома когда-то придут в такое плачевное состояние, чтобы люди могли приобрести жилье или построить? – Скажу. До сих пор мы слышали преимущественно про ипотеку. Что происходит с ипотекой, все отлично наблюдают, особенно на примере валютных ипотечников, которые оказались практически без жилья, без квартир. В Европе изначально был подход другой. Не ипотека, а строительные сберегательные кассы. То есть когда человек откладывает шаг за шагом некую сумму, но при этом государство автоматически ему перечисляет деньги в режиме примерно аналогичном, и при этом государство гасит проценты по кредитованию, если человек обращается за банковским кредитом. Но давайте назовем еще с именами. Даже схема любая кредитования, будь то строительство биркассы, будь то ипотеки, она нереальна для людей при средней реальной заработной плате в 17-18 тысяч. Заработная плата, которая у нас называется, обычно 27-28, это заработная плата, в которой учитываются только люди, работающие официально. Кто это такие? Это военные наши, это бюджетники, учителя-врачи, это работники администрации, это работники полиции. Но 70% населения работает не в этих структурах. И очень часто эти люди работают неофициально. Таксистами, строителями, где-то на сельхозработах, в частном секторе, в торговле и прочее. Поэтому реальная заработная плата, средняя у нас, где-то 17-18 тысяч рублей, не более того. При таких доходах человеку необходимо ничего не есть на протяжении 20 лет, но при этом только в этом случае он может накопить деньги на квартиру. Поэтому я считаю, что необходимо возвращаться к практике, которая была при Советском Союзе. Государственное жилищное строительство. И было это, и делось это. И не разорилась из-за этого страна. Не разорилась. Я с вами согласен. Вот даже вы такой привели пример, что учителя-врачи сейчас высокооплачиваемая категория людей. А это всего лишь 2-3 года назад. И более того, мы с вами видим, у них сегодня снижаются заработные платы. То есть отсекаются стимулирующие выплаты. Для того, чтобы 2 доктора получали хорошую заработную плату, третьего увольняют. И эти 2 доктора вынуждены работать сверхурочно. По системе, когда на 1 заработную плату прожить невозможно, а на 2 заработные платы жить просто некогда. Приходится все время быть только на работе. И это ведь очень сильно бьет в том числе по не только самим врачам, учителям, но и по обычным гражданам. Потому что, если учителей мало, классы переуплотнены. Это означает, что дети не могут получить качественное образование. Если мало врачей, получаются огромные очереди, выстраивающиеся в больнице. Но в это же время мы сами наблюдаем совершенно ошеломительные состояния, которые создаются в Российской Федерации. Вот то неравенство, которое у нас есть в стране, это африканская степень неравенства. Я приведу только одну ситуацию для понимания. Чтобы мы все-таки частно посмотрели через призм общего. У нас есть люди, входящие в список Forbes. 127 человек в Российской Федерации. Долларов, миллиардеров. Вот доходы этих 127 человек превышают доходы 125 миллионов. То есть один имеет состояние, превышающее доходы миллионы. При такой системе неравенства страна не имеет будущего. Потому что все, что своим трудом создают люди, все средства от наших богатств, они уходят в одни карманы, потом через офшоры утекают за границу. Это ни для кого не секрет. Олег Васильевич, вот, видимо, наше мнение с вами сходится. Все-таки, что государство должно иметь какую-то программу и по каким-то направлениям оказывать помощь жителям нашего государства, российского, по приобретению, то ли по строительству жилья, то ли по какому-то получению или по обеспечению этим жильем. Так я понимаю? Я полностью согласен. Полностью вы согласны, да? Олег Васильевич, еще один такой вопрос. Ну, с вами по вопросам ЖКХ говорить, вы владеете ситуацией, вы много лет работали в Государственной Думе Российской Федерации, много лет работаете в областном, и Государственное было тогда собрание, вернее, да, и Государственная Дума. Скажите, пожалуйста, вот, что в своей работе вы можете отметить положительного, и что вот вы смогли сдвинуть, ну, с мертвой точки там, или сдвинуть в положительном направлении? Ну, это большой, я думаю, будет реестр, да, поэтому попробуем то, что вспомним. 2005 год, начало жилищной реформы. В ЖК записывается норма, фактически закрепощающая людей. То есть, если люди выбрали какую-то компанию управляющую, или даже не успели ее выбрать, а им эту компанию назначила власть, они не вправе с ней разорвать договор в течение пяти лет. То есть, формировалась модель крепостного права без возможности уйти от рабовладельца. Ключевая вещь была, это, конечно, право собственникам в любое время провести голосование и выбрать форму непосредственного управления, ТСЖ, другую управляющую организацию, то есть, разорвать прежний контракт. Вторая позиция, ключевая для нас, это было избавление людей от коллективной ответственности по коммунальным услугам. Другие регионы это поразило очень сильно. В Астрахне это очень сильно поразило общежитие, потому что была следующая модель. Люди платили деньги за электроэнергию не напрямую, энергетикам, а через посредника. Посредник разорялся или просто деньги эти отправлял на секретные расходы. А в результате людей отключали от электроэнергии, от горячей воды. Вот удалось мне лично добиться на протяжении долгих лет сохранения непосредственного управления, то есть, право людям напрямую платить за коммунальные услуги. И даже когда в прошлом году непосредственное управление в больших домах запретили и сохранили его лишь в домах, где число квартир меньше 30, удалось пробить нормам в законе о том, что даже в этом случае люди имеют право на прямые договора. То есть, долги квартиры номер 150 это долги квартиры номер 150. Это не долги других людей. Я не допускал. Мы затронули серьезную тему. Долги квартиры 50 не должны быть долгами квартиры 150. Вот теперь и вам по ОДН и хочу задать четкий конкретный вопрос. Вот на сегодняшний день и вам на встречах будут задавать жители этот вопрос. На сегодняшний день мы встречаемся с беспределом. Энергосбытовая компания расходы, которые есть собственника и которые по ОДН начисляет одним платежом и выставляет суммы по 700 по 1300 по 4500 и даже по 7000 рублей. Никто пока по рукам им так вот ощутимо не дал. Что можно здесь сделать? Им как раз развязали руки. Проблема ОДН возникла на федеральном уровне. Есть правительственное постановление об обязательных общедомовых приборах учета. За границей никаких домовых приборов учета нет. Там везде стоят счетчики чисто на лампочке в подъездах и на лифты. Белоруссия, Украина, страны Балтии, Польша, Франция. Когда я сегодня говорю оттуда, они вообще не понимают что такое ОДН. Мы сами бы не поняли это несколько лет назад. Но у нас с тем, чтобы коммунальные компании получили больше прибыли, больше барышей, были законодательно изобретены обязательные общедомовые приборы учета. Это означает, что на точке ввода в дом, на счетовой ставится счетчик. Дальше возникает в чем проблема. По-прежнему это долг этой квартиры. Но воровство квартиры номер 150 это уже проблема всего дома. Потому что то, что собственник начал приворовывать у компании, теперь уже платит на соседей. Вот был случай в Астрахани. Один гражданин перестарался с счетчиком. Счетчик у него пошел работать в обратную сторону. Энергетики задолжали ему 4000 рублей. Если бы не было домового прибора учета, энергетикам нужно было бы разбираться с этим гавриком. Но если стоит домовый прибор учета, они просто эту сумму раскидают на соседей и скажут, что разбирайтесь между собой. Что можно с этим сделать? На уровне региона, на уровне города Ахтубинска сделать с этим практически ничего нельзя. Можно сделать только одно. Это ежемесячно идти смотреть показания, кто сколько потребил и с энергетиками делать сверху. Они готовы делать ее, пожалуйста, не вопрос. Через интернет в том числе, с уполномоченными. Там, где счетчики выведены в подъезд, делать сверху легко. А вот там, где счетчики сидят внутри квартир, попробуй, разберись, сколько потребила данная квартира. И получается нарастающие ОДНы. Люди платят и сверх платят за коммунальные услуги. ОДН это сверхприбыль. Это просто изъять денег у населения. Но сломать это можно только на федеральном уровне, изменив самоправительственное поставление. Что предлагаем вот я и мои товарищи? Два решения. Можно одно, можно другое, можно оба. Решение первое. За счет бюджета, если уж не имется ставить дымовые приборы учета, заодно поставить и автоматические системы контроля учета электроэнергии, АСКУЭ. Есть такие, в Азербайджане, к примеру. Это оборудование, оно смотрит, сколько потребила конкретная квартира, сколько потребили лампочки в подъезде, автоматически считывает. Если человек задолжал, его автоматически отключают, данные пересылаются через радиосигнал на центральный компьютер... Какова стоимость установки таких приборов? Сразу вопрос. Я отвечу. Я отвечу. Значит, это заграничное оборудование, не российское, и стоимость составляет где-то порядка 7-8 тысяч долларов США на пятиэтажку, то есть в переводе на современный курс рубля около полумиллиона рублей. В Азербайджане это сделали, но это за рубежом. Это Паку, Ганджа, Ленкарань, старайтесь заграницей, это не у нас. Если нет денег из бюджета, а у населения тем паче, давайте сделаем как за другой заграницей. Отменим домовые приборы учета и вернем обратно счетчики на лампочках в подъездах, чтобы можно было рассчитывать реальное домовое потребление именно по ним. И никто не разорится. Я напомню, именно так работала вся система на протяжении десятилетий, вплоть до 2012 года. Не разорилась Астраханэнерго, не разорилась РАОС России, по миру не пошли. То есть отдельные счетчики тогда получается жилец, который есть собственник жилья или квартира съемщик и... И подъезд. И, кстати, это даже будет стимулировать экономию, потому что когда были разрешены счетчики именно на лампочках в подъезда, люди говорили, а зачем нам платить за этот свет два часа ночи? К чему это? И ставили датчики движения. А энергетики отказываются ставить на подъезд и на подвалы? Безусловно, потому что они пробили через правительство решение о том, чтобы можно было ставить домовой приборочивот. Одно время мы как блокировали, и в Ахтубинске тоже я людям это советовал делать. Депутаты нашей Думы Астраханской могут инициировать это? Два раза уже предлагали. Первый раз, как оно культурно выразится, скажем, не заметило правительство Российской Федерации нашего предложения. Вот нынче пошло второе письмо. Но здесь еще не важна общественная поддержка. То есть люди должны обращаться туда, в Москву, не с вопросом, что мне много начислили. Это обращение не даст ничего. Они из Москвы просто перешлют обратно в Астрахань, из Астрахани в Ахтубинск, и человек получит стандартную клишированную отписку о том, что вот такие правила и платей, платей. А как? Настоять вопрос принципиально другой. Отменяйте свое постановление, которое грабит всю страну. Отменяйте постановление о домовых приборах учета, принимайте решения, как было раньше, чтобы водились в эксплуатацию счетчики исключительно на лампочке в подъездах и на лифты. И все. Ну, на те приборы, которые работают на общедомовых нужных. И хочу сказать, что где народ в целом поднимает, ситуация меняется. Я приведу еще один пример с нашими чудесными энергетиками. Энергопайки. Вспомните пару лет назад, когда уже эксперименты начались, когда премьер-министр нам рассказывал о том, что граждане немилосердно много тратят света в Российской Федерации. И чтобы они экономили отечественные ресурсы, давайте сделаем так. До 50 киловатт одна цена, 51 в два раза больше. Так сделали в Нижнем Новгороде. То есть двойная цена. При этом мы в России платим денег кратно больше. Ну, Олег Владимирович, у нас сейчас цена 4 рубля 4 копейки, поэтому что там говорить? Было бы 8. Но я к чему хочу сказать. Во-первых, мы платим больше, чем за границей. То есть, к примеру, в той же самой Украине люди платят где-то рубль 50, рубль 60. Когда Крым высоединяли, я специально смотрел данные по Северополю, Севастополю. Они в три раза платили меньше за электроэнергию, чем мы. Они в три раза меньше получали в гривнах. В перешете на рубль. Электроэнергию-то откуда закупался? Электроэнергию с Украины была. С Украины, но были поставки из России тоже. Олег Васильевич, вот я предлагаю такой путь, что тогда управляющая компания, энергосбытовая компания и жильцы сами должны следить и смотреть за теми начислениями, которые идут и на дом, и на каждого собственника жилья. А это есть первый путь, с чего я и начал. То есть, два пути. Первый путь, мы смотрим друг за другом с помощью управляющей компании, с помощью ТСЖ. В любом случае требуется участие Домового комитета. И мы сверяем данные по счетчикам. Более того, энергетики не против делать сверку через интернет. С ними есть такая договоренность. То есть, мы обсуждали это с ними, и они готовы, чтобы уполномоченные домами не ходили к ним в контору. Они говорят, присылайте нам данные по квартирному учету через интернет, мы вам будем в режиме сверки направлять сведения, какие есть у нас, у энергосбыта, и будем делать сопоставление. Там, где это проосуществляется, ОДН падает резко, до отметки 40-50 рублей с квартиры. На многих домах такое. Есть. Но, повторю, это удобно делать, где счетчик выведен в подъезд. Совершенно верно. Где счетчик внутри квартиры, энергетики нам советуют делать только одно, ставить дублирующий прибор учета. За счет соседей, за счет добросовестных плательщиков, ставить дублирующий прибор учета, еще один счетчик, у той квартиры, хозяин которой к себе не пускает. Это издевательство над людьми. Вот еще раз повторю, то, что сделали наши российские министры нет ни в одной другой стране мира. Нет никаких УДНов. Нигде. Поэтому, если мы часть мировой цивилизации, мы вроде части ее, пользуемся мобильными телефонами, компьютерами, машинами, прочими техническими достижениями, наверное, разумно пользоваться и управленческими достижениями. отменять эти УДНы, отменять эти общие приборы учета и переходить к счетчикам на лампочке подъездных. Олег Васильевич, значит, насколько мы с вами поняли, у депутатов Государственной Думы Российской Федерации и нашей областной Думы есть большое поле деятельности. Абсолютно. Работайте. Ну, а теперь, что вы хотите сказать нашим телезрителям, наше время подошло к концу, ваши пожелания нашим Ахтубинцам. Мне всегда очень приятно быть в городе Ахтубинске и город Ахтубинск для меня очень близок. Это город, который стал для меня почти родным. Я хотел сказать большие слова благодарности за поддержку на выборах, которые вы оказали. Хочу сказать, что не подвожу и подводить не буду. Если необходима помощь и поддержка, я всегда в вашем распоряжении. Мне очень легко найти всегда, в том числе через социальные сети. Я специально завел себе страницы и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, теперь в Одноклассниках. И я часто бываю здесь. Поэтому вся любая помощь, которая может быть и с моей стороны, и с моими товарищами, она всегда в вашем распоряжении. Всем удачи, здоровья, отличного настроения и нашей общей солидарности, потому что только благодаря ей мы сможем жить достойно в нашей очень богатой стране. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok